Девушки отдыхают Жена спортсменка нанесла три профессиональных удара, и любовница ее мужа получила все сразу. Чужого мужа, чужую квартиру и чужого ребенка. Так неизвестно, какой у меня будет муж. Я хочу родить ребенка сейчас, и я знаю, что сейчас это может получиться. И неизвестно, или она встретит такой мужчину. Какие сейчас мужчины? Вот, наш папа убежал. Покойная бабушка оставила внучке-школьнице 200 тысяч, чтобы она могла сделать себе ЭКО. Но зачем заставлять рожать 16-летнюю девочку, узнаем в суде. Когда я спросил, где наш сын Витюша, она взяла меня за руки и сказала, что Витя умер. И тут заходит ее сестра с нашим сыном. Витя на руках. Не пил бы давно бы в сухом. Я тебе не пил, у меня сердце, Дмаша, разорвалось. Ты понимаешь? Женатый мужчина завел любовницу на курорте. А через 9 месяцев получил от нее письмо о рождении сына. Он поверил, развелся, приехал. Но то, что ему пришлось в результате пережить, история не для слабонервных. Истец подает иск о восстановлении ее в родительских правах и о возвращении ей ребенка. Ответчики, представитель органов опеки и попечительства и отец ребенка иск не признают. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Уважаемый суд, Ваша честь, я подаю иск о восстановлении своих родительских прав в отношении своей дочери Елькиной Анастасии. 4 года тому назад, когда меня осудили за убийство, мой бывший муж подал иск о лишении меня родительских прав. Вы знаете, мой муж апеллировал к тому, что я агрессивно очень отношусь к своему ребенку, агрессивно очень с ней общаюсь, жестоко. Для того, чтобы вас восстановить в этих родительских правах, должны отпасть те основания, которые были. Если вас осудили, на сколько осудили? Меня осудили на 8 лет, но 2 месяца тому назад я досрочно освободилась. Вы досрочно, то есть вы себя примерно вели при отбывании наказания в местах лишения свободы. К вам была примена мера условно-досрочного освобождения. Освобождение, да. Момент. Я работаю, я очень быстро нашла работу. У вас есть стабильный заработок. Да, я могу себя обеспечить, обеспечить своего ребенка. Вы готовы обеспечить себя и ребенка. Ваши же личные условия. У меня квартира осталась в наследство от моей мамы. То есть там ребенок может с вами проживать. Да, в принципе, да. Ваша мама не против того, чтобы... Она осталась... Моей мамы, к сожалению, уже нет в живых, поэтому как бы... То есть вы в данном случае наследница? Да, я наследница, да. Вы единоличный и собственник, правильно? Да, да. Я вас помнюла. Мне, пожалуйста, справочка об освобождении, приговор суда. Пожалуйста, органопеки, я вас слушаю. Благодарю вас, ваша честь. Ваша честь, мы категорически против удовлетворения данного иска. Наша истица, как она уже сказала, в свое время была осуждена на 8 лет по очень серьезной статье. Это 105-е убийство, часть 1. А это убийство, запятая, да, умышленное, я подчеркиваю, умышленное причинение смерти. Наша истица в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом она осознавала противоправность своих действий. Она знала, какие последствия могут быть после ее действий. И тем не менее, она ударила человека два раза в область головы, вследствие чего потерпевший упал и скончался в течение 30 минут. А истица была знакома с потерпевшим? Насколько я понимаю, нет. Ваша честь, единственным свидетелем был мой муж. А после того, как я оказалась в колонии общего режима, через два года я получила письмо от своей подруги, где она писала, что нападавший на моего мужа был мужем его любовницы. Муж его любовницы нападал на моего мужа. Я об этом не знала. А вы женщина, вы зачем бросились защищать? Понимаете, я 10 лет занимаюсь профессионально, занималась боксом. Какие-то навыки остались. Это не было установлено, что это необходимая оборона. Я просто его толкнула, в вашу честь. Если вы занимались профессиональным боксом, то еще вы пару раз его ударили как профессионал. Да, он как бы отлетел, ударился головой. Мы все пытались делать. И вы при нанесении ударов, как профессионал, должны были. А когда вы занимались боксом-то, давно? Да, давно. Я уже давно не занимаюсь. Где вы брали адвоката? Суд предоставил. Ну тогда и что вы против? Ну вот что вы против? Вы знаете, наша стихия... Вы понимаете, что если был бы более квалифицированный адвокат, вообще все это было бы по-другому. Да, у профессиональных спортсменов есть рефлексы. И моему ребенку поломали живо. Но дело в том, что если истец давно бросила заниматься профессиональным спортом, у нее нет уже этих профессиональных навыков. Это получилось нечаянно. Мы сейчас живем в ситуации, в которой мы живем. Хорошо. Да, в любом случае, девочке сейчас 12 лет. Большую часть своей сознательной жизни она прожила в семье мужа, да, с его второй женой, к которой она очень хорошо относится. И более того, она называет ее мамой. И у нас нет оснований полагать, что она называет ее мамой... Простите, пожалуйста, а нестец, а скажите, пожалуйста, ответчик, а вторая жена, она откуда взялась у нас? Это нам кто, вторая жена? Вторая жена, после того, как муж, бывший муж, развелся со своей бывшей женой, да, он подал документы... А ее муж погиб. А ее муж погиб. Через некоторое время они поженились. Ваша честь. А наша истеца была лишена родительских прав за жестокое обращение с ребенком. Ваша честь. Что зафиксировано в документах? Меня... Бывший муж заставляет моего, мою дочку, называть какую-то постороннюю женщину своей мамой, понимаете? Ну хорошо. Мой ребенок скучает. Если вы хотите восстановить, почему вы не пришли к нам с заявлением? Ваша честь, я немножечко волнуюсь. Вот, мама, я хочу к тебе вот сообщение, она мне прислала его, понимаете? Я хочу вернуть ребенка. Мы понятия не имеем, откуда у вас эти сообщения. Это мой ребенок, Ваша честь. Оттуда. Это его телефон. От оператора. Откуда? Ну вот от оператора. Но к нам никаких заявлений с просьбой восстановить отношения с дочкой. А может быть, просто не разрешают? Помочь. Кто вам не разрешает? Прийти к нам и обратиться с просьбой, помочь общаться с ребенком? Ну вы же к нам ни разу не обратились, не пришли. Мы бы с удовольствием вам помогли разобраться во всех ситуациях. Но сейчас у нас ни от соседей, ни из школы нет ни одного сигнала, что девочка живет плохо. Она живет с отцом. Отвечек, отвечек, отвечек. Мы сейчас не решаем вопрос об лишении папы родительских прав. Мы говорим о восстановлении мамы в родительских правах. Причем тут сейчас вы сейчас приводите мне... Чем восстановление в родительских правах? Так сильно повлияет на успеваемость ребенка в школе? Истиция желает девочку забрать себе. Так, а это второе исковое требование. Возвратить ребенка. Я ее мать, но если у девочки сейчас... Ваша честь, можно сказать? Так, давайте, я вас слушаю. Да, по существу заявленного хочу сказать, что я полностью согласен с органами опеки. Женщина, которая сидела за убийство, не может быть хорошей матерью для моего ребенка. Простите, знаете, это, конечно, не по протоколу совершенно. Это вне предмета заявленных исковых требований. Но любопытство, оно у меня сидит. Это, наверное, чисто женская черта. А что было-то? Как вы где были, когда за вас бросились в драку? Я был там, на месте. Я хочу прояснить... Не надо ничего прояснять. Мне на вопрос. Вы стояли и смотрели? Я не стоял, не смотрел. Бежали? Ситуация получилась так. Сидели? У человека агрессия в крови, понимаете? Она всю жизнь в спорте. Я могу показать. Нет, нет, нет. Не надо мне ничего показывать, я спрошу, пожалуйста. И когда спортом она перестала заниматься, осталась агрессия, куда... Так, не надо умозаключений. Агрессии уже нету. Свою я уже отсидела. Истец, не надо умозаключений. Пожалуйста, дальше. Теперь у меня хорошая семья. Жена моя далека, слава богу, от бокса. С погибшим она никогда не общалась и знакома не была. И замужем тоже не была. Это все может подтвердить и проверить суд легко. И теперь, когда истец выходит из колонии, начинаются угрозы в адрес моей семьи. Пугает дочь. Я тоже могу показать смс-ки, которые она присылает на мой телефон. Вот здесь написано. А это у нас, кстати, есть заявление. Будешь по судам у меня ходить, пока не посидеешь. И получается так, что я со своей семьей могу дать моей дочери все. И образование, и... Простите, ваша нынешняя супруга что, провела удочерение? Моя нынешняя? Да, мою жену лишили прав. И, соответственно, теперь мама является моя супруга. Нет, это у вас, соответственно, кто-то является. А суд вам задает вопрос. Ваша нынешняя супруга провела... Да, является решением суда. В конце концов, два суда вынесли решение. Уголовные и гражданские. И неужели два суда у нас ошибаются? Ваша честь, но мне даже не разрешают общаться с ребенком, понимаете? А вы лишены родительских прав. Ребенка надо сначала к этому подготовить. Почему вас это удивляет, истец? Ну, я мать, я... Я знаю, о чем она мечтает. Она хочет забрать у меня ребенка, потом заставить платить мне алименты и дальше жить как порядочный и честный человек. Я никогда не позволю. В этой семье есть и папа, и мама. Они очень любят девочку. Девочка растет. Ну, у нее есть все. Никаких претензий от органов опеки у нас к этой семье нет. Так, вы просили свидетеля? Да. Да, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей из ЦАР. Свидетели из ЦАР. А вы мне пока передайте документы на удочерение. Здравствуйте. Уважаемый суд, я сестра жены, вот, Тимофея Елькина. Второй его жены. Кто вы, простите, мать? Я сестра жены. А сестра, извините, пожалуйста, да. Она сейчас замужем за Тимофеем Елькиным. Но первый ее муж, погибший как раз, Николай Степанов, она с ним жила в гражданском браке. Они семь лет прожили. Да, они не были зарегистрированы официально. Но они жили вместе, как муж и жена. Они и квартиру вместе покупали. И за автомобиль расплачивались вместе. И в том, что он погиб, это виноват и как раз вот Тимофей Елькин. Да что вы здесь врете? И Алка, сестра моя как раз родная. Они же ведь... Я вам сейчас расскажу, вы все сразу поймете. Вот на похоронах, когда хоронили супруга ее, Алкиного, Николая, она же выпила и начала рассказывать с радостью с такой, что вот, мол, жена-то моего любовника двумя ударами сразу все проблемы решила. И мужа устранила, Алкиного, и себя, значит, на 8 лет сразу убрала. Ваша честь, это все бред, вымыслы, все это сплетни, факты говорят. Это правда, я говорю всю правду. Простите, а вы давали эти показания на следствие? Нет, я ничего не знала об этом. Я и о суде не знала. Вы понимаете, тогда трагедия такая произошла. Николай у нас погиб. Но я же не могла даже тогда подумать, какой-то трагедия обернется вот для этой женщины, для Дарьи. Она же вот, ей жизнь поломали. Сейчас еще ребенка лишают. А девочка эта такая хорошая Настенька, такая милая девочка, вот дочка Елькина как раз. Она же по маме скучает, она помнит маму, она по ней скучает. Хорошая очень девочка. И вот в том, что случилось все, и вот с Николаем, с первым мужем, как раз вот жены теперешней, Тимофея, как раз виноваты все. Вот он, Тимофей, и сестра моя Алка. И я тут думаю, здесь вот еще вот что-то такое вот у него за душой-то есть. Потому что, ну, если он с женой так поступил, вы понимаете? Истец и свидетельница вынуждены врать, потому что факты говорят об обратном. Есть решение суда. Вот смотрите. Подождите, пожалуйста. У меня есть фотографии семейные. Вот смотрите, это доказывает то, что как раз Алка, сестра моя, у нее как раз не первый это муж, что у нее был уже муж гражданский. Вот смотрите, здесь фотографии. Вот она, сестра, вот это я. И вот он как раз, вот этот Тимофей. Он говорит, что не было у нее. Вот как раз смотрите, можете посмотреть. Дайте мне свидетельство об удочерении, отдайте. Вы что, с ним боитесь расстаться? Отдайте. Свидетель, вы понимаете, да, что даже выступая в гражданском суде, вы предупреждаетесь о том, что вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Все понимаю, это правда, это абсолютная правда. Еще раз, мне нужно, чтобы вы мне сейчас ответили. Вы понимаете, что за дачу заведомо ложных показаний вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. И что в данной ситуации, поскольку вы даете очень серьезные показания, как свидетель, то суд может выделить это в отдельное производство, передать в правоохранительные органы для проведения доследствующих собственной проверки, то есть дать возможность вернуться к тому уголовному делу, которое было уже расследование. Это вы понимаете? Понимаю, да. И что будет, если ваши слова не подтвердятся? Подтвердятся. Я говорю, вы понимаете, что и будет? Понимаю. Понятно. Органы опеки, вы сейчас выслушали. Что выслушали? Мы с вами никак сейчас не пересмотрим приговор суда, безусловно. Любые документы, которые к нам поступают, мы рассматриваем, рассматриваем внимательно. И я опять же повторюсь, если бы наша истица в свое время обратилась бы к нам с просьбой пообщаться со своей девочкой... Я поняла. Мы будем разбирать все документы, которые нам поступают. Так, суд удалей, если я принято решение. Прошу всех встать. Далее в программе. Так неизвестно, какой у меня будет муж. Я хочу родить ребенка сейчас, и я знаю, что сейчас это может получиться. И неизвестно, или она встретит такого мужчину. Какие сейчас мужчины? Вот, наш папа убежал. Женщина была беременна шесть раз. Но из-за наследственной болезни выжил только один ребенок. Она не хочет, чтобы дочь повторила ее судьбу и убеждает девочку родить в 16 лет. Что на это скажет суд? Когда я спросил, где наш сын Витюша, она взяла меня за руки и сказала, что Витя умер. И тут заходит ее сестра с нашим сыном. Витя на руках. Не пил бы, должно быть. Да если бы не пил, у меня сердце бы, Маша, разорвалось. Ты понимаешь? Молодая женщина поверила в большую и светлую любовь. И чтобы завоевать желанного мужчину, сообщила ему о рождении сына. Она ждала, что любовник бросит бездетную жену. Но дождалась лишь приглашения в суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, со возражения ответчика, представитель органов опеки и попечительства по заявленным исковым требованиям, опросив зрительницу без самостоятельных исковых требований, чьи интересы могут быть затронуты принятым решением суда, а также, заслушав свидетелей со стороны юстиции, проводя процесс с обязательным участием прокурора, заявленные исковые требования, суд удовлетворяет частично. Суд удовлетворяет заявленные вами исковые требования и восстанавливает вас в родительских правах. В иске о возврате ребенка суд считает необходимым отказать. Суд, рассмотрев все обстоятельства по данному делу, считает возможным восстановить истец в родительских правах, поскольку истец выразил желание заниматься воспитанием ребенка. Вы намерены наладить отношения с дочерью. Дочь вас помнит. Она, даже называя нынешнюю супругу с вашего бывшего мужа, которой было проведено удочерение, даже называя мамой, она воспринимает вас как свою маму. Поэтому суд считает, что между вами определенные взаимоотношения не прервались, и восстановление ваших кровных взаимоотношений возможно. Поэтому суд выносит решение о восстановлении вас в родительских правах, считая, что вы изменили определенное поведение в отношении ребенка и способны заниматься ее воспитанием. В иске о возврате ребенка суд считает необходимым отказать, поскольку сейчас возникнет необходимость в судебной отмене удочерения, которое было проведено, вас же восстановили в родительских правах, следует, то удочерение необходимо будет отменять. Поэтому в нынешней ситуации возврат ребенка – это преждевременные меры. Вам необходимо, органы опеки здесь абсолютно правы, наладить с ребенком более тесные нормальные взаимоотношения, чтобы девочка поняла, какая ситуация сложилась, всем взрослым вместе понимать, как выйти из этой ситуации. Кроме того, я еще раз повторю, свидетель суд выделил в отдельное производство, передает на доследственную проверку все те сведения, которые вы изложили в данном судебном заседании, поскольку они внесены в протокол, а вы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных свидетельских показаний. Истинствие ответчика, суд отгласил свое решение, дело закрыто. Я очень рада, что мне дали возможность хотя бы частично общаться с моим ребенком, с моей дочерью. Извините, я волнуюсь, но я очень рада. Спасибо. Я недоволен решением суда, потому что считаю, что мать Жечка для моей дочери – это ненормально. И буду добиваться полной изоляции моей дочери от этого человека. Будьте внимательны. Истец, вы будете в суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете в государстве, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последние объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева. В новом проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Каждый будний день в 14.00 на нашем телеканале. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете? Нет, метод УГУ не надо. Истец подает иск с требованием сделать ЭКО ее несовершеннолетней дочери. Ответчик, представитель департамента здравоохранения, иск не признает. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Моей дочери 16 лет. Она закончила 9 класс, учится в колледже. Дело в том, что она хочет сейчас родить ребенка. Потому что моя дочь является носителем опасной болезни. Гемофилия А. От этой болезни идет... У нас все медицинские заключения есть и доказательства. Риск того, что если у нее будут рождаться мальчики, то в 90 раз выше то, что они будут носителем этой опасной болезни. И могут быть инвалидами, если выносится беременность. Вот. А если девочка, то может быть все хорошо. Вот я тоже носитель этой болезни. И я ее родила тоже в 17 лет. Вот. И для этого мы хотим через ЭКО зачать ребенка. У нас есть денежки. Нам бабушка... То есть вы считаете, что вот этот вспомогательный, репродуктивный метод сможет гарантировать в любом случае рождение девочки? Да. И вам клиника дает такую гарантию? Нет. Ну, это 50 тысяч стоит, то, что девочку. А почему обязательно до достижения совершеннолетия объяснить, почему нельзя это сделать в 18 лет? То, что на самом деле... В последние полтора года эта процедура подорожала на 50 тысяч. И что будет дальше, неизвестно. Она будет дорожать с каждым годом. У нас есть распечатка газеты о том, что процедура дорожает. Ну, существуют государственные квоты, которые полностью покрывают расходы на ЭКО. И можно до трех раз пробовать делать, даже если первые два раза будут неудачны. И это полностью покроет государство, эти расходы. Да не верю я в эти квоты. У меня сосед год ждал квоту на операцию. В результате умер. Я не могу своего ребенка подвергать такой опасности. Я хочу, чтобы моя девочка была счастливой. Нет, ну подождите. Опасности, не опасности. Либо вы определите, что вы боитесь подорожания, боитесь подорожания этой операции, либо вы говорите об опасности жизни. Я не поняла. Не опасности, то, что боимся подорожания. У нас денег не хватит. И ей придется естественным путем зачать ребенка. Могут быть мальчики. Мы не сторонники абортов. Каким-то очень таким странным путем вы пытаетесь. На мой взгляд, таким странным путем. Дайте возможность вашему ребенку влюбиться, выйти замуж. Объясните мужу ситуацию. Прийти к необходимости сделать ЭКО. Обратиться в тот же самый департамент здравоохранения, которые в этой ситуации, учитывая заболевание, могут принять решение об оплате части этой операции. Я не могу понять. Ваша честь, у меня было 6 беременностей. Одна счастливая, это моя дочь. Остальные 3 выкидыша. Один ребенок умер, даже месяца не прожив. А второй о переродах. Муж сбежал. Ну почему сейчас-то? Почему так рано? Только потому что операция подорожает. Да, мы боимся, что у нас не будет просто этих денег. Я работаю уборщицей. Откуда у нас такие деньги? Нет, вы минут 20 сказали мне хитрым голосом. Денежки у нас есть, сказали. Это бабушка ей 250. У нас средства от бабушки. Бабушка не оставила у нас средства за 50 тысяч. На данный момент у нас есть эти деньги. А что будет дальше? Где взять в перспективе эти деньги? Мы не понимаем. Ну подождите. Ну послушайте. Ну вы вообще в принципе понимаете, что такое, когда вы станете мамой. Я хочу стать мамой. У вас есть и образование, у вас нет в руках профессии. Ну сто лет вам жизни. Вы понимаете, что когда-нибудь мамы-то рядом не будет, а у вас будет ребенок без папы расти. Пока я молодая, я беру всю ответственность за ребенка на себя. Она будет учиться, я буду воспитывать. Вообще вы не вы, мама, вы бабушка. Ну, бабушка это... Я хочу пойти учиться в колледж, а воспитание ребенка будет заниматься мама. Послушайте, а вдруг ваша дочь выучится, получит замечательную, прекрасную профессию, встретит мужчину, который будет зарабатывать много денег. Вы расскажете честно, в чем, собственно говоря, заключается вот эта проблема. Болезнь королей, правильно? После этого мужчина скажет, да не вопрос, вот тебе деньги, моя дорогая, давай сделаем операцию. Почему не такое развитие событий? Так неизвестно, какой у меня будет муж. Я хочу родить ребенка сейчас, и я знаю, что сейчас это может получиться. И неизвестно, или она встретит такого мужчину. Какие сейчас мужчины? Вот, наш папа убежал, потому что ждал наследника, и не дождался, и убежал после выкидыша. Пожалуйста, ответчик. Ваша честь, я как представитель департамента здравоохранения расскажу историю так, как видим ее мы. Значит, мы проанализировали медицинскую карту Антонины, оценили все риски и пришли к такому выводу, что сейчас рожать Антонине рано. На это есть несколько причин, даже не одна. Я сейчас перечислю основные три причины, но даже каждая из них является, в принципе, ограничением для проведения экстракорпорального оплодотворения. Организм Антонин еще не готов для того, чтобы рожать. Половая система еще не созрела для этого. Если я вас правильно понимаю, перед проведением самой операции идет достаточно интенсивное гормональное лечение, которое, в общем, не по возрасту. Абсолютно не по возрасту. Плюс ко всему вторым как раз-таки фактором того, что мы отказали, является гормональная дисфункция. Сейчас еще гормональный фон Антонина не установился. Это очень сильно увеличивает риски выкидыша. Даже после того, как вы проведете ЭКО, вам ни один врач и никакой медицинский центр не будет гарантировать того, что вы сможете полностью адекватно провести всю беременность и родить. И, соответственно, в этом случае вы потратите эти деньги и высока вероятность того, что будет выкидыш. И плюс ко всему сам диагноз гемофилия, наследственное заболевание, является ограничением. То есть экстракорпоральное оплодотворение ЭКО – это, в принципе, большой стресс для организма. Это серьезная операция, это гормональная стимуляция. И, соответственно, помимо противопоказаний, есть ограничения, которые мы учитываем, если у нас есть какие-то другие проблемы. И здесь у нас получается ограничение в виде гемофилии. Плюс ко всему незрелость организма и гормональная дирекция. Незрелость. Какая незрелость? Кто кого проверяет? Подождите, вот тот, кто рожает в 14 лет, пусть рожает. А мы сейчас о вашем ребенке говорим. Конечно, я не спорю. Я тоже в 17 лет рожаю. Ответчик, скажите мне, пожалуйста, это такое серьезное генетическое заболевание, правильно? И если, насколько я себе представляю, оно передается только по женской линии. Ну, то есть оно передается мужским наследникам, но носителями этого гена являются женщины. Это их сцепленное заболевание. Ну что, это вообще значит, что у нас девочка не сможет родить ребенка? Нет, абсолютно нет. То есть это же не полное противопоказание для ЭКО, и это не противопоказание для того, чтобы беременеть. Но нужно хотя бы, чтобы другие факторы у нас были устранены. Чтобы она повзрослела, чтобы она стала совершенной и стала готовой к родам. И чтобы гормональный фон тоже стабилизировался. И у нас из-за ограничений, когда останется только гемофилия, тогда мы уже сможем этим пренебречь, ее подстраховать и провести это экстракомпоральное оплодотворение. Да вы тебя только подстраховать хотите. Вам все равно на две судьбы. А скажите, пожалуйста, ну вот при этой ситуации может ли клиника давать такую гарантию, что вот эта операция приведет к рождению именно девочки? Сейчас существуют методы, которые позволяют выбрать пол при подсадке эмбриона. То есть каким-то образом все происходит. Забирают уоцит у девочки, да, получается, плюс берут донорские сперматозоиды, и это вне организма происходит облодотворение. И оцениваются потом генетические эмбрионы, которые получились, их, естественно, несколько. И потом подсаживают три эмбриона, и есть такая услуга, что выбирают пол. Тогда подсаживают все три эмбриона женского пола. Таким образом, можно, да, действительно, выбрать пол. Не во всех странах, но в нашей стране это делают. Это происходит. Да. Не ваше заключение, будьте добры, пожалуйста. Ваше заключение через судебного пристава передайте. Вот поэтому я требую и прошу, и даже требую, чтобы моя девочка была счастливой. Пока у нас есть деньги, мы хотим попробовать сделать. Нет, нет, попробовать не надо ничего. Нужно быть уверенными в том, на какую операцию вы идете. Суду доверяется для принятия решения. Далее в программе. Когда я спросил, где наш сын Витюша, она взяла меня за руки и сказала, что Витя умер. И тут заходит ее сестра с нашим сыном. Витя на руках. Не пил бы, давно бы все. Да и себе не пил, у меня сердце, Маша, разорвалось. Ты понимаешь? Женатый мужчина завел любовницу на курорте. А через 9 месяцев получил от нее письмо о рождении сына. Он поверил, развелся, приехал. Но то, что ему пришлось в результате пережить, история не для слабонервных. Суд так оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика представителя Департамента здравоохранения, рассмотрев все представленные документы, опросив заинтересованное лицо, в отношении которого может быть принято решение. В иске об отмене решения Департамента здравоохранения, которым ИСУ было отказано в проведении для ее несовершеннолетней дочери применения метода искусственного оплодотворения, суд считает необходимым отказать. И оставляет в силе то решение, которое было вынесено Департаментом здравоохранения. Суд не отменяет оспариваемое решение Департамента здравоохранения, потому что вынесенное решение в полном объеме соответствует закону. В соответствии с пунктом 5, статьей 55 Федерального закона Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, право на применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, а также эти права имеет и одинокая женщина. 16-летние до частицы, независимо от состояния здоровья, до достижения возраста совершеннолетия, то есть до 18 лет, является несовершеннолетним лицом, то есть в данном случае рассматривается законодательством, как ребенок. Несовершеннолетние дети право на применение вспомогательных репродуктивных технологий не имеют, поэтому суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований. Кроме того, из показаний и пояснения ИССА суд считает необходимым выделить в отдельное производство материалы дела и передать их на рассмотрение органов опеки и попечительства, для того, чтобы органы опеки и попечительства приняли решение о необходимости либо ограничения ИССА в родительских правах, либо лишения ИССА родительских прав. Поскольку суд считает, что позиция ИССА является недопустимой и означает, что по отношению к своей несовершеннолетней дочери ИССА применяет методы воспитания, которые ставят под угрозу жизни, здоровья ее ребенка. Да вы что, я воролась за счастье своего ребенка. ИССА и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Я пришла в суд за помощью, а в результате меня лишают материнства. За что? Я хорошая мать, я не пью, не курю. За что? Этой семье нужна психологическая помощь. И департамент здравоохранения вместе с органами опеки будет контролировать эту ситуацию, и мы постараемся им помочь. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что я не знаю? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. ИСТЕЦ подает иск о возмещении материального вреда. Ответчик против иска возражает. Слушается дело Щеглова Юрия Александровича с исковыми требованиями о возмещении материального вреда в размере 200 тысяч рублей. Ответчиком является Горелова Мария Михайловна. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я требую компенсировать мне сумму 200 тысяч рублей за напрасно выплаченные алименты на несуществующего ребенка. Два года назад мы познакомились, я познакомился с Машей на курорте. Я не знаю, как так произошло, я просто потерял голову. У нас завязался бурный роман. По окончанию этого всего я в качестве благодарности подарил Маше колечко на память, что Маша, видимо, поняла, как предложение руки и сердца. Потому что, когда я вернулся домой, я, естественно, взял себя в руки. Я семейный человек. У меня жена, это впервые со мной такое произошло. Я взял себя в руки, выкинул все из головы. Но Маша не оставляла меня в покое своими звонками по телефону. Я написал ей письмо в электронной почте, где вежливо дал понять, что Маш, спасибо за отношения, но между нами все кончено, и ничего между нами быть не может. Все утихло. Но через 9 месяцев на мою электронную почту приходит письмо, в котором есть фотография, где Маша выходит из роддома с ребенком на руках, также отсканированный документ свидетельства о рождении ребенка, поздравление меня с отцовством, и тонкий намек на то, что спасибо за сына, но ребенку нужна помощь. Ваша честь, я, конечно, был очень рад. Я давно был... Я был рад, и я в шоке был просто. Я давно с женой в браке, но детей у нас так и не было. Здесь у меня сын. Это радость просто неописуемая. Но в то же время, если Маша подаст на алименты, дело дойдет до суда, это узнает моя жена, это разрушит мою семью. Вот поэтому по устной договоренности с Машей на протяжении года я переводил ей по 15 тысяч рублей ежемесячно. И это квитанция о банковских переводах. И это не считая того, что еще прочие расходы то на манеж, то на ходунки, то еще что-нибудь. По устной договоренности так проходило, так возобновились наши общения с Марией. Мы созванивались, она отсылала мне фотографии малыша, давала мне непростой намек понять, что она все еще ждет, что она меня любит. И, в общем, судьба подтолкнула сама меня к переменам. Случайно жена обнаружила нашу переписку. Она обнаружила эти фотографии, она обнаружила, в общем, наше общение, разразился жуткий скандал, она выгнала меня из дома, и, в принципе, ну, что мне делать вообще? Я собрал чемодан и поехал к Маше. И что скажи? Плохо тебе со мной было? Маш, да... Скажи, плохо? Было хорошо, Маша. Конечно. Было хорошо. Маша встретила меня со спортерными объятиями, с сыном на руках. Я просто от обретения сына, я был в эйфории, счастье. Хотя я не придавал тогда этому значения, что Маша вела себя странно. Ребенку, подумайте, был уже год, а Маша совершенно не умела с ней обращаться. Она не могла перепеленать его, она не кормила его. Она постоянно, по всяким мелочам, звонила своей сестре. За все, буквально, малейший, что-то с ребенком, она звонила сестре. Не чувствовала, когда он просыпается. Но я не предал, я был просто счастлив. У меня был сын и, в принципе, любящая женщина рядом. Поэтому я решил уже менять свою жизнь кардинально. И поехал домой, где я развелся с женой, где я уволился с работы. Я позвонил Маше, что я возвращаюсь, что еду к ней на совсем. Я решил... Когда я приехал, встретила меня с ужасом в глазах. Когда я спросил, где наш сын Витюша, она взяла меня за руки и сказала, что Витя умер. Мы пошли на кладбище. Она начала говорить, что она забыла, где я забыла, где могила. Это все всего лишь за неделю. От всего этого бреда, от ужаса я просто напился. И тут, да, в нашу квартиру, не в нашу квартиру, в эту квартиру заходит ее сестра с ребенком на руках, с нашим сыном, Витей на руках. Я от этого в шоке буду. Я подумал, что у меня галлюцинация. Я вызвал скорую, мне вкололи успокоительное, я засну. Не пил бы, давно бы все понял. Да и если бы не пил, у меня сердце, Маша, разорвалось, ты понимаешь? И только утром, когда я отошел от всего этого, до меня дошло, что не было никакого сына, что этот ребенок не ее, не мой, что это ребенок просто сестры. И все это было для вытягивания из меня денег. В результате от всей этой махинации я потерял семью, я потерял работу, я не могу, жилье потерял, потому что жилье оформлено на жену, и я просто, она меня видит, естественно, не ходит после всей этой ситуации. Сейчас я живу на съемной квартире, без работы, без каких-то средств существования. Я не прошу компенсации, я не прошу там за все, я хочу просто вернуть то, что я официально перевел на несуществующего ребенка. Кстати, я еще остался без сына, у меня умер сын, которого я считал год, что у меня есть, что я отец, вы понимаете? Так, будьте добры, пожалуйста, мне вот отсканированные свидетельства о рождении и переводы, подтверждающие выплату денежных средств. Ваша честь, я не согласна, не согласна с тем, что он с меня требует 200 тысяч. Да за что? За что я ему должна эти деньги отдавать? За то, что он меня морально унизил своими сообщениями в электронной почте? Между нами ничего не может быть. Да хотя бы позвонил, сказал. Подождите, подождите, ответчик, а вы дальше-то на что рассчитывали? Скажите, пожалуйста, ну что вам ваша сестра дала бы ребенка? Ну я понимала, что не навсегда. Она когда? Я хотела ему рассказать на самом деле всю правду, но только тогда, когда он разведется со своей женой. Ну как вы дальше-то рассчитывали? Ну вот истец приехал, говорит, будем вместе жить. Где мой ребенок, говорит истец? Ну я ему хотела признаться. Правда, хотела, но не сейчас. Сейчас я просто боялась его потерять. Я боялась, что он обратно уйдет к жене, а так, ну, слюбится, стерпится. Так, ну хорошо, давайте вашего свидетеля. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля ответчика. Свидетель ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, Горелова Наталья Михайловна, сестра Маша. Я родная сестра Маши, и мальчик, за которого здесь все говорят, это мой сын. Вы извините, пожалуйста, кому мне помогать, кроме Маши? И когда она меня попросила о помощи, как ей отказать? Скажите, она моя родная сестра. Ну, то есть вы что, считаете, что это вполне нормально, своего ребенка выдавать за чужого? Понимаете, когда она в прокат отдала ребенка. Ну, послушайте, естеств лишился своей семьи. Брак у естеств был вынужден расторгнуть. Жить ему негде, работать ему негде, и ребенок не его. Да как жить-то ему негде? Он же у меня жил. Если бы он так не спылил, он бы до сих пор и жил со мной. И правду бы уже давно знал. Может, и детей бы уже своих родили. Ну, слушайте, вы ни разу... Я не понимаю, как она представляет себе? Естественно, я до сих пор не знаю. Но вы сама мама, у вас маленький ребенок. Скажите, ну, вы что, со своей сестрой так ни разу не переговорили? Ну, Ваша честь, мне некому больше помогать, кроме нее. У меня даже... Я родила его без мужа и воспитываю без мужа. Поэтому они решили найти благотворительную организацию мою в моем лице, которая будет выплачивать 230. У меня все деньги уходили на ребенка. У меня все чеки вот здесь. Да я выплачиваю это своему ребенку. Как ты не поймешь? Своему сыну. Вы вообще, вы понимаете последствия? Вы же, это же... Ну, жизнь другого человека. Нет? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Следующей программе. Он пришел, начал ко мне приставать. Я заранее включила телефон, потому что до этого вечером. Он уже пытался... Отвечет, 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 отвечет. Не надо. У нас тут беременные. Оставьте спокойствие. Свои телефон. Женщина в отчаянии. Бывший муж не только не выписывается из ее квартиры, но и регистрирует в ней детей от нового брака. Удастся ли ей отстоять свои права и навсегда избавиться от нежелательных жильцов, решит суд. Семья прошла долгий путь усыновления, но после рождения собственных детей чужой мальчик превратился в монстра. Кто виноват и что делать, решит суд. Прийти на выпускной можно хоть в свадебном платье, хоть в бархатешелках, хоть в мешковине. Лишь бы охрана не перепутала выпускницу в нижнем белье, прикрытым кусочком кружев, с проституткой. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования ИССА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчицы, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и в взыске с ответчицей в пользу ИССА 200 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда причиненного противоправными действиями ответчицы. Суд удовлетворяет ИССА, взыскивая с ответчицей, в пользу ИССА, 200 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда, потому что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом, причинившим вред. В соответствии с правилами части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса, денежные средства также у нас относятся к объекту гражданских прав, и, следовательно, на них распространяется понятие имущества. По этим основаниям суд взыскивает с ответчиков, пользуясь ИССА, 200 тысяч рублей. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда Иск удовлетворить Я согласен с решением суда. Рад, в принципе, что все разрешилось в мою пользу, но по-другому не могло это иначе быть. Сейчас буду стараться налаживать свою жизнь. Думаю, эти деньги как-то мне помогут. Я не согласна с решением суда, и я не понимаю, за что мне нужно выплачивать деньги. Я считаю, что мое мнение правильное. Судья Елена Дмитриева Я не могу заниматься вашим воспитанием, поэтому я буду исключительно диктаторскими методами. Ради детей лишит взрослых родительских прав. А если вы там не папа? Если я не папа, то я не папа. Вернет маму и найдет папу. Узаконит суррогатное материнство. Она просто инкубатор. Не понимаю. Матерью ребенка в свидетельстве о рождении указаны истицы. Научит взрослых любви и заботе. Ладно, сын. Извини меня. Ваша честь, придется отозвать мне действительно свой иск. Все ради детей. Даже не знаю, такое нарушение всех процедур. В новом проекте «Битва за будущее» на нашем телеканале. Каждый день в 14.00. things you're looking for. What's that?